Всем тихой ночи! Пришло то самое время, когда мы разбираем организации и явления из мира SCP, те, за которые вы голосуете, оставляя комментарии. Под прошлым подобным видео большая часть комментаторов захотела увидеть ролик про Чикаго Спирит, потому пора бы погрузиться в мир американской преступности начала 20 века. В 1882 году сын эмигрантов по имени Чапал в возрасте 11 лет открыл в себе аномальные способности, убив неизвестным образом разносчика газет по имени Руди Бенсон. Руди ждала незавидная участь, ведь несмотря на то, что его обескровленное тело осталось лежать на пыльной мостовой, сам Руди не совсем умер. Он превратился в аморфную массу из крови и разного мусора из канализации, который фонд SCP впоследствии нашел и обозначил как SCP-4901. Маленький Чапал быстро смекнул, что своими необычными силами он может пробить себе путь на вершины мира. И пользуясь этими умениями по искажению реальности, он сначала обеспечил себе вполне комфортную жизнь в криминальном мире Чикаго, а затем и довольно быстро разбогател. Уже через 10 лет он открыл свой первый крупный бизнес, роскошный бар в южной части Чикаго. Однако наливать пиво местным алкоголикам и бандитам ему в итоге надоело, и через 10 лет он собрал небольшую банду, которая полностью состояла из аномальных людей. Эта банда известна фонду как SCP-638. Кстати, раньше этот номер занимал другой объект, но его удалили из-за непопулярности и заменили этим. Банда состояла помимо самого главаря Эспераманта, который мог управлять огнем так, как если бы языки пламени были части его тела. Аномально сильного мужчины, для которого не составляло труда поднять автомобиль или выбить дверь. Третьим в группе был человек, который удивительным образом мог убедить кого угодно в чем угодно. И наконец в группу вошли два брата из Китая, которые владели темным искусством томатургии, за счет которого могли творить различные чудеса. Собрав такую команду, Чапл затеял ограбить здание Федерального резервного банка Чикаго. Однако ему не повезло. Узнав, что такие необычные люди грабят банк, на то время только появившийся фонд SCP отправил МОК для того, чтобы поймать этих грабителей. Оперативной группе удалось захватить всех аномальных людей, кроме их главаря, который без следа пропал с места событий. После этой неудачи Чапл решил действовать по-другому. Его безумные умения позволили ему создать уникальные артефакты, нарушающие законы мироздания предмета. И в скрытых от глаз комнатах своего пятийного заведения он начал ими приторговывать, давая местным богачам возможность потратить свои деньги на вещи с удивительными свойствами. Накопив немалую сумму, Чапл решил стать королем местной мафии, для чего собрал из разных бандитов целую армию, получившую название Чикаго Спирит. Он внимательнейшим образом отбирал людей, с которыми работал. И конечно же предпочитал тех, кто обладал какими-то аномальными способностями. В 20-е годы 20-го века в США начал действовать сухой закон. И это был настоящий подарок для мафии в целом и для Чапла в частности. Ведь все, что запрещено, всегда кормит мафию. И кормит хорошо. Продавать алкоголь стало настолько выгодно, что практически все бандиты США в то время переключились на это занятие. И тогда Чапл нашел свое призвание – незаконная продажа алкоголя. А чтобы иметь преимущество над своими коллегами, он начал создавать аномальные напитки с различными удивительными свойствами. Одним из самых популярных из них был так называемый семейный рецепт, суть которого в том, что это самогон, имеющий хороший приятный вкус, что само по себе аномально. Напитки эти продавались в широкой сети баров, некоторые из которых даже впоследствии стали объектами SCP. Например, SCP-3855. Это бар с антимиметическими свойствами. Никакую информацию о нем невозможно запомнить, если не услышать ключевую фразу «Я слышал про заведение Чаплла на Манхэттене». Этот бар оставался неизвестным почти 10 лет, до самого 1930 года. В этом году совладелец бара был арестован полицией, на допросе в которой рассказал и о самом существовании бара и о секретной фразе, позволяющей об этом факте запомнить. Разумеется, после этого бар был поставлен на содержание фонда. Впрочем, фонд SCP решил на этот раз использовать объект в своих целях. И теперь в скрытом от внимания людей баре в Чикаго находится место встречи агентов. Кроме баров в обычном мире, Чикаго Спирит умудрились открыть свои заведения во многих карманных измерениях и мистических местах. Например, в Трипортленде на мистическом острове Хубразил. А с такими возможностями удалось наладить и связи с другими участниками мистического мира. Например, та самая великая и ужасная фабрика поставляет бочки, которые способны создавать алкоголь из человеческих трупов. Доктор Развлечудов предоставляет бандитам целый экстрамерный склад, находящийся посреди города и выглядящий снаружи как небольшая дыра в стене, но внутри представляющий собой небольшое карманное измерение, где можно хранить огромное количество ящиков с паленым алкоголем. Также упоминается, что Чапл покупает развлечудовые игрушки, удивляющие посетителей бара. Как-то глава Чикаго Спирит смог посетить цирк всего тревожного Германа Фуллера, откуда он забрал сиамских близнецов, которые имели интересное свойство. То, что глотал один, сразу выплевывал другой. Используя свои мистические силы, Чапл смог их разделить, и теперь они занимаются тем, что перемещают контрабанду. В какой-то момент лидер Чикаго Спирит узнал о Пятой Церкви, и, похоже, их учение как-то на него повлияло. В последние годы существования его мафиозной группы он часто говорил о значимости цифр и о звездах. Последнее же из известных находок Чикаго Спирит случилось, когда Чапл начал общаться с неким темным жрецом. Не совсем понятно, кем он был, но, скорее всего, кем-то из Пятой Церкви. Расстроенный тем, что фонт SCP захватил его секретный антипиметический бар, Чапл поддался на уговоры этого странного человека, который обещал показать ему что-то такое, что гораздо интереснее всего того, с чем он встречался до этого. Вдвоем они вошли в заброшенную психбольницу. Необычным свойством которой было то, что если человек попадал в ее камеру, он оказывался буквально в персональном аду, из которого невозможно выбраться. Увиденное впечатлило Чапла настолько, что он практически прекратил общаться с другими своими подельниками и проводил все время в беседах с так называемым темным жрецом. Так или иначе, в 30-х годах 20-го века, когда в мире SCP набрал силу собственно фонд SCP, МОК фонда устроили решающий штурм штаб-квартиры Чикаго Спирит. Оперативникам фонда удалось легко сломить сопротивление бандитов и почти полностью уничтожить эту связанную организацию. Однако для фонда это было только начало истории исследования наследия Чапла. Ведь теперь предстояло найти все созданные им предметы, изучить все его дневники и найти бывших его подручных и партнеров. Собственно, большая часть документов, связанных с Чикаго Спирит, это и есть дневники самого лидера группы, которые составлены в едином формате, как бы отвечающем на несколько вопросов. Обычно это «что это?», которое служит описанием объекта, чем это полезно, кто об этом знает и так далее. В самом дневнике много отсылок к книге Алиса в Стране Чудес, начиная с того, что аномальные предметы называются в дневнике Кэролы или Кролики. А, например, персонажа из вселенной SCP по имени Никто, который, как оказалось, всю жизнь следил за Чаплом. В своих записях он называет Чеширским котом. Сдавшегося фонда Чапла одно время хотели начать содержать как объект, но что-то не срослось. По какой-то причине он не продемонстрировал ни одного аномального свойства, и только и дело, что травил какие-то непонятные байки. Так он провел все свои оставшиеся дни в беседах с персоналом SCP. Фонд старается поймать всех, кто когда-то работал с Чикаго Спирит, предполагая, что все они либо аномальны сами, либо обладают таковыми предметами. Однажды фонд устроил рейд на пивоварню, в которой скрывался человек по имени Оттон Тревиан, один из важнейших членов Чикаго Спирит. Ученые SCP предположили, что этот человек может вызывать статистически маловероятные события. Однако это предположение не подтвердилось. Не найдя никаких аномальных свойств у этого человека, фонд отпустил Оттона, и вскоре тот был найден убитым в своей квартире. Скорее всего, это был ложный след, который оставил человек, известный как Мистер Найт, или Мистер Ночь. Мистер Ночь ушел из Чикаго Спирит незадолго до штурма МОК Фонда, и впоследствии возродил Чикагскую банду во всем ибалом величия, и даже больше. Он сделал Чикаго Спирит не просто группой продавцов аномального пойла, он создал настоящий тайный орден, о чем повествует отдельный хаб под названием Черный как Ночь, но о нем как-нибудь в другой раз. А пока оставляйте комментарии за какие-то явления мира SCP, как обычно. За что будет больше, о том и поговорим в следующий раз. Всем пока!